Итак, в этом видео я хочу рассказать про особенности снаряжения, его типы, уникальность и в целом раскрыть некоторые советы по экипировке для героев. Снаряжение Снаряжение Скорости, Берсерка, Храбреца и Гиганта. Как правило, именно ими пользуется основная масса игроков. А еще мы выяснили, что на героя можно надеть до шести снаряжений. То есть остальные два снаряжения могут быть на любой бонус, который вам нужен или требуется из тех самых сетов, которые активируются при двух частях. Снаряжение По атаке танк по живучести, а баферы заряжаются быстрее. В данном видео я буду рассматривать несколько примеров. Допустим на Заркона, у которого есть пассивка и лидерство на меткость, нужно максимально одевать в меткость. То есть дать ему три сета по две части и искать в этих частях меткость и живучесть. У Заркона есть очень интересная пассивка, которая ускоряет ману за каждые 10% меткости. И в идеале этому герою нужно суммарно пробудить 250% меткости. Меткость влияет на точное попадание отравления и среза брони, которые он делает своим умением. И это его основная особенность. Но также есть и бафер Аврора, и чем быстрее вы сможете бафнуть своих героев на атаку, тем конечно же лучше. Ну а второй сет можно поставить на сопротивление, ведь лидерство у нее дает всем союзникам сопротивление. Есть и другие варианты дать ей больше брони или здоровья. Это уже на ваше усмотрение и развитие героя. Ну и последнего героя, которого я рассмотрю, это Цирилл. Хотя добавить мне к тому, что я уже говорил в обзоре, особо нечего. Вкратце его нужно одевать на атаку, крит и шанс крита. Но лучше посмотреть обзор на этого героя, который есть справа вверху в виде аннотации. Типаж героев и снаряжение для них мы определили, а теперь поговорим о самом важном. Прокачка снаряжения, а также поиск нужных статов для героев. Как вы уже знаете, есть 6 частей. А также у каждой части есть основные статы и дополнительные от пробуждения. Эти части можно разбить на два типа, дефолтные и процентные. В разряд дефолтных можно определить оружие, шлем и щит. Эти три части имеют основные статы, скажем так, ненужного качества. Они увеличивают статы обычным способом. То есть добавляя при этом единицы здоровья, атаки и так далее. А далее есть второй разряд снаряжения, это процентные. И к ним уже относятся перчатки, броня и ноги. Во всех этих трех частях можно и нужно искать только процентные основные статы, которые дают прибавку в процентах к меткости, атаке и так далее. В виде исключения существуют ноги на скорость. Это почти самый топовый вариант ботинок в игре, если в нем есть основной стат скорость. Обязательно берите их на заметку. Но помимо основных стат есть еще и дополнительные, которые пробуждаются или прокачиваются по мере их прокачки до плюс пятнадцати. Плюс пятнадцать это максимальная заточка для снаряжения. И на нем и основные статы, и дополнительные имеют максимальное пробуждение. Да, вы не ослышались. Помимо дополнительных стат, по мере прокачки качаются еще и основные. И вы это могли видеть на броне моего Заркона, где меткость в процентах пробуждена до 65%. Дополнительные статы также бывают и дефолтные, и процентные. И конечно же круто, когда они у вас в процентном соотношении. А уж если такие нужны для героя атаки, меткости и так далее, вообще шикарно. Дополнительные статы нужно искать аналогично тому, что я уже сказал ранее про типаж героя. Дамагер он или танк, или бафер. И что вы от него хотите видеть по итогу? Идеальные снаряжения очень редки, поэтому не стоит зацикливаться на идеальности. Главное развить героям нужные для них статы хоть как-то. И прирост вы заметите сразу же. А раз мы заговорили про редкость, то вот последний пункт, который я обсужу. Редкость снаряжения. Есть легендарные золотые, эпические фиолетовые, редкие синие и обычные серые. Чем выше редкость, тем снаряжение качается сложнее и дороже. Самые минимальные требования это плюс 12. Тогда на эпических и ниже по рангу снаряжениях пробуждается четвертый дополнительный стат. И уже можно понимать хорошее снаряжение или вутиль его. Преимущество легендарных шмоток сильнее, ведь там сразу видно все 4 доп стата. А в остальных уже видно 3, 2 или вообще 1 стат. Но обычные снаряжения отметайте моментально. Нет смысла их оставлять вообще. Даже на первое время при старте игры. Также при прокачке шмотки на плюс 3, плюс 6, плюс 9 или плюс 12, вам рандомно дается дополнительно усиление на один тип доп стат. И эти 2 или более раз могут прокнуть на нужной вам характеристике. То есть допустим бац и усилить процентную атаку дополнительно 2 раза. Это является вторым преимуществом легендарных шмоток. Ведь если у легендарок у вас есть 4 шанса на этот прок, то вот на эпиках из-за того, что там 3 стата, рандом будет выбирать из того, что есть. А пока вы докачаете на плюс 12 снаряжение в ожидании, что же вам там упадет в четвертом допе, можно напороться на то, что снаряжение по итогу получится не очень хорошим. Поэтому в идеале вам нужны легендарные шмотки. Но не стоит забывать про эпические и редкие, которые тоже можно использовать. А их добыть проще всего. Как и недорого прокачать на плюс 12, увидев в итоге, нужна вам шмотка, которую вы качали или нет. И заняться поиском следующих вариантов. В целом каких-то либо советов у меня больше нет, вариативность сетов в игре громадна. И можно собрать реально уникальную шмотку даже из говна и палок. Поэтому главное соблюдать основные правила снаряжений. Первое. Отслеживать, что вам падает. Второе. Искать отличные шмотки с основными процентными статами, нужными для вашего героя. И третье. Замаксить хорошее снаряжение на плюс 15, получив офигенный и максимальный прирост. На этой ноте я хочу поблагодарить вас за просмотр, попросить поставить лайк для поддержки. Ну а если помог, информация была полезна, подпишись на канал и оставь комментарий под этим видео. А также напиши, какое видео ты бы хотел увидеть еще по этой игре. Спасибо за поддержку. Дальше интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok